Нагрузка, вы сами знаете, очень серьезная, особенно в часы пик. Поэтому я приехал в вашем мельце слова благодарности, водителям сказать. Ну и, конечно, обсудить и культуру, и вождение, и поведение, и услышать от вас, какие проблемы жители задают, какие вопросы задают. Губернатор Андрей Воробьев приехал в жилой комплекс «Государев дом», чтобы лично проверить, оказало ли влияние на пассажирские перевозки возведения нового разворотного круга и пуска по маршруту 12-24К новых автобусов. Здесь же он пообщался с водителями. Автобус у нас такие хорошие, современные, коробка-автомат, уже как бы проще ездить. Уже не так устаешь, как раньше, то есть на механике. И люди благодарны по сравнению с тем, что было бы, площадку построили. Соответственно, движение и вывоз пассажиров улучшился значительно. В ходе беседы Андрей Воробьев коснулся весьма острой для перевозчиков темы – оплаты проезда. Мы полностью переходим на безналичную оплату. И, естественно, культура сложилась такая, что часто наличные были. Их путь тоже такой разный, извилистый, наличных денег. Но в дальнейшем нужно понимать, что в Московской области налички практически не было. В свою очередь водители автобусов поделились своими проблемами. – Большая проблема остановки. Это все заставляет. Мы подъехать не можем. ГАИ приезжает, штрафует нас, но не тех, кто стоит на остановке. Такая проблема. – А кто стоит на остановке? – Жители. – Стоят в машине, потому что стоят в машине. – Пока ждали вас, обсудили. – Перемещение ради. – Мы эвакуируем, я сказал, но мы максимум 10-12 машин можем позволить с ее в день. – Может быть, нам тоже важно, Анна Валене, сделать чат водительский, чтобы вы туда бросали постоянно нам… – Было прекрасно. – С фотографией. – А, с фотографией. Ну, то есть вы нас тоже тренируете в хорошем смысле. Напомним, что в конце ноября прошлого года губернатор дал поручение возвести разворотный круг, чтобы по маршруту 12-24К была возможность запустить большие автобусы. Маршрутки не справлялись с возросшим пассажиропотоком. – В настоящий момент пустить туда автобусы большого класса никак не представляется возможным. Это тема ОРП, нет возможности развернуться. – Что такое разворотная площадка? Это три дня делов. Ну, неделя пускай. – Я туда постараюсь выехать на этой неделе, и мы с коллегами в максимально короткие сроки решим эту задачу. Постараемся это сделать до Нового года. – Прокатился по маршруту 12-24К и Андрей Воробьев, но не для того, чтобы любоваться видом за окнами, а прежде всего поговорить с людьми. Действительно ли нововведения помогли жителям быстрее добираться до нужного пункта назначения? – Можно благодарность объявить в губернатору. Раньше стояли, где попало, там, то есть штрафовали нас, а сейчас все спокойно подъехали и встали. В начале декабря разворотная площадка была возведена, а по маршруту пустили новые большие автобусы. – Удалось пообщаться, ну, во-первых, благодарила, что нас наконец услышали, у нас хороший транспорт, потому что еще и беда была с тем, какой был транспорт. Вот сейчас многодетность оформляю, Андрей Юрьевич тоже сказала, и надеюсь, что я буду социальной льготой пользоваться, как многодетная мать. Если раньше в чаты писали, хотим найти попутчика для того, чтобы доехать до метро, потому что невыносимо стоять в очереди, то есть искали соседей водителей, которые едут в сторону метро, то сейчас уже этих вопросов не возникает, и это очень радует. Итогом поездки Андрея Воробьева, общения с водителями и пассажирами, стал большой пакет поручений перевозчику, администрации муниципалитета и правительству Подмосковья. Первое из поручений – это то, что губернатор попросил водителей, конечно, быть более внимательным к пассажирам. Вот, дальше поручения были в отношении Министерства транспорта о том, что нужно посмотреть те узлы горячие, с которыми сталкивается водитель, их надо развязать. Водители сказали, ну тогда давайте мы вообще не будем с пассажиром общаться, нам нужны стационарные валидаторы. Это оборудование, которое висит на двери, и человек, заходя в автобус, просто прикладывает карту, и к водителю практически не подходит, и вопросов к водителю у него просто нет. Вот, губернатор это тоже услышал, сказал, что нужно разговаривать с перевозчиком, нужно, в общем-то, переходить на систему именно стационарных валидаторов. Работа в озвученных губернатором направлениях начнется в ближайшее время. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.